всем привет и добро пожаловать на канал видео games and co and mo и так сегодня мы продолжим играть на очереди у нас twin blast продолжим играть в парагон значит twin blast я не помню есть там колода или нет поскольку мы уже выяснили что важно не колода то как ты умеешь играть за персонажи колоды и дальше специально создавать не буду те которые будут колоды те будут новых сейчас создавать не буду потом возможно запишу дополнительные видео в которых буду пробовать из из тех карт которые мне уже выпали создавать оптимальные колоды и обсуждать для кого эти колоды будут против какого противника так играем за twin blast а за twin blast а я играл какое-то время следопыт тоже довольно неплохой основной акцент нужно делать на атаку стоять на любой линии но выберем центральную потому что никто не выбирает значит мы можем пойти куда захотим раз так стоять конечно я хочу один поэтому посмотрю если кто-то побежит на центральную выберу там где никого не будет а 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 Так, смотрим, какие есть колоды для пинтбласта у меня. Твинбласт физический урон, значит, самое много урона дает молот, поэтому беру молот и критическую атаку дает, шанс критической атаки. Поэтому берем именно его способности. Нитро, усиление двойного выстрела, скорость атаки повышается на 19,5. Но это вроде неплохо. Вторая, граната, атака по области, физический урон и замедление. Это получше будет. И ракетный рывок, короткое уклонение, дальность 550. И выбираем направление, удерживая кнопку. Первую качаю именно рывок, ракетный рывок. Потом буду качать гранату. Так, ультимейт обстрел. Прерываемый ракетный залп, физический урон по небольшой области в количестве 48 за каждое попадание. Пробивает миньонов. Я не нашел, в принципе, применения этому ультимейту. Это единственное, когда... Когда много миньонов собирается, и их нужно поубивать. Возможно, вот в этом случае. Или когда много миньонов, и герой там где-то в толпе, вражеские. Тогда, чтобы через миньонов не попадать в героя. А так... В принципе... Он сильно нам не пригодится. О, как я просел. Поздоровлю. Качаю второй раз гранату. И, в принципе, буду гранату по максимуму качать. Вот. А... Нитро буду качать в последнюю очередь. Урон очень маленький сейчас. Даже несмотря на то, что молок взял. И добивать не получается. Урон очень маленький сейчас. На правой линии, возможно, надо будет как-то сходить. На самом деле, у меня не тот персонаж, до которого нужно бегать по линиям. Кажется, это залет. Сам виноват. Зачем стоял? Возьму регенерацию здоровья и возьму физическую броню. Жетон. Для того, чтобы можно было все же стоять на линии. А не то, что я увлекся. Забыл про то, сколько у меня здоровья. Не подумал о том, что если ко мне подбежит Грукс, то я уже не успею особо там ничего сделать. Я бы мог отпрыгнуть от него. Я не хотел. До последнего знал, потому что знал, что он использует свою способность притянуть врага и добьет меня этой способностью. Я надеялся, что выдастся какой-то более более высокий шанс на то, что я могу смотаться. Качь нового ультимейт, хотя можно было его не качать. Так, что-то... Глюк какой-то. Надеюсь, это не значит, что пришли глюки, которые не пройдут. Мимолетно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, граната. Ну вот, на этот раз хорошо ушел. Ну урона вообще не хватает добиваться нормально. Яр. Субтитры Алексею Дубровскому! хорошо хотя бы так мы ему отомстили за прошлую но и смерть так все в игре а то тишина какая-то так я подумал что уже львы но слишком далеко я от своей башни конечно учись что могу идти не убрать а вот сейчас телепортируюсь она вроде никто не выскочил значит берем дальше качаем урон качаем урон и берем жетон удара на центральную линию как раз пока она опушена вот я успела вернуться ну вот сейчас возьму чтобы ну попадать как дела так отлично К примеру второй раз наказывает этого наглеца. Фея, вот фея я еще ни разу не играл. Тяжело будет со способностями разобраться. Еще никогда не задумывался о том, что тут же игроки играют и на PC, и на Sony PlayStation. И действительно в управлении очень большая пропасть под пышкой горизонт. Прицеливаться способностями и все такое. И что на джойстике. Поэтому тоже такой дисбаланс есть. В игроках, не могу так судить, намного сложнее на джойстике или нет. Кто-то говорит, что сложнее все это. Ну, действительно, мне, например, целиться за ранжевых персонажей очень тяжело. Поэтому тут бы я, может, поддержал бы людей, которые говорят, что на компьютере проще, и что это несправедливо там турниры проводить в таком формате. Так, скину регенерацию, раз у меня ампиризм появился. Первую башню потерял на центральной линии, не смог защитить. Правую линию Риктора там убили. Тоже нужно идти помогать. Посмотрим, если кто-то из наших персонажей пойдет. Аджин, я не пойду. У меня герой не одиночка. Всегда надо в команде гэббит. Иначе бы двумя раз тоже много раз. Это будет плохо. Химера прошел туда, поэтому я уже не успею. Ладно, пока что стою здесь, отпушится ли мне немного. И так, прыжок максимум и бомбочка максимум. Уже хорошо. Химера погиб. Забежал слишком далеко. Химера гидро. Забежал. Забежал. Барнер. ну вот получается даже даже так и вышку где сломали там уже ходить опасно под своей башней сейчас еще одну поломается на центральной линии вообще стоять не будет не будет резона тогда уж точно придется бегать своими ребятами не то что мой риктор попал цепи пойду к фэнгмао туда бойцам ближнего боя до них ближе и там могу на линии остаться стоять если что вот оттуда все равно не успеваю хотя гидон гидон справился потом еще с ним был а тут фэнгмао погиб грукс оказался довольно сильно силен оказался силен на я химеру не смог уйти ловушки лучше чтобы их не стояло поэтому я их вот так таким образом снимаю если надо будет бежать не хотелось бы чтобы они мне там дорогу преграждать буду качать сейчас нитро а ультимейт пока не буду качать меня башня за спиной стоит поэтому пока что можно мне здесь не бояться вот именно здесь стоять но и пушить нельзя потому что противника вообще не видно там только одного сейчас в лесу нас загоняют непонятно кто кого там загоняет наш в этом убили так пришел фэнгмао хорошо о я это сделал и так нужно на центральную эти линию или или на правую или вообще с просто с фэнгмао куда-нибудь он так так мило поделился пополам тебе одного и мне одного на правой линии все же есть кто-то поэтому постараюсь успеть вот наш ректор решил почему то что они обязательно понятно никто не решил не лезть поэтому и назад пишет хотя вот фэнгмао разбежит значит дан фэнгмао зря бежит на самом деле там их он трое и это еще не приделаем он до влез уходить на ректор решил прибежать но так у них тоже фэнгмао только заметил да не лезть ну вот хотелось бы сказать ему да не лезть но не что я не хочет отцепить не глядя на то что что их там больше но он убил фэнгмао хотя бы по 5 это тоже неплохая регенерация но этого импиризм от карт который я взял на базу надо немного урон увеличить так урон критически критически прокачаю сейчас и возьму возьму как раз клинок агоры чтобы критически еще сильнее был и будет уже хорошо уже будет больно бить так но в принципе сейчас буду держаться своих бойцов потому что потому что сейчас мне негде тут бегать чтобы не рисковать тем что меня кто-нибудь один убьет убьет так наш дебилон там сражается не догнал гидон наш погиб то есть смысла мне бежать ему помогать нету и здесь стоять опасно ну вот теперь теперь нужно идти помогать раз там продолжается драка хотя как-то все разделе разделились как-то все бегают фэнгмао тут сам себе сам по себе и вроде шагу ну нет не получилось я имею ввиду ушел вроде бы из радиуса группса а у меня все равно притянул есть небольшие косяки с механикой если это был с механикой а не интернет там пинганул или или сервер счет 18-15 мы побеждаем химера у нас довольно неплохо а упротник игрукс и и и и и и И меня начинают терзать сомнения, что по поводу Sony PlayStation и компьютера, что действительно здесь кто играет на PlayStation за ранджовых персонажей не очень получается, как у меня. Но вы можете, конечно, меня поправить. Я с удовольствием услышу чужое мнение. Как фундмау снова там пошел умирать. Нам бы на Гидрона вдвоем. У Химеры не идет, значит, я не пойду, буду защищать, как он. Ну вот, хорошо так. Так, башня наваляло Мердоку. Да, я все равно погиб. Наш Гидрон пытается проломать им ингибитор левый. Надеюсь, у него это получится. Риктор расстроился совсем, по-видимому. А ингибитор мы тем временем теряем. Или нет? Да, потеряли ингибитор. Наш Гидрон не смог поломать. Ну вот, первые звоночки о том, что мы продули практически. Смог удрать Гидрон неприятно. Пока все кто-то чем-то занимается, пока Риктор стоит обиженный, буду пушить линию правую. Так, на 36 единиц на третьем уровне ускоряется атака от Митро. Ну вот, скорость атаки еще плохая у него. Нужно сейчас будет что-нибудь на скорость атаки собрать. После критов, конечно же. Хотя на криты у меня уже есть. Это просто нужно на базу сгонять. Есть, вроде бы, небольшая задержка. Пинг. Ближе, ближе к ночи. Появляются определенные проблемы. Так, криты есть. Криты есть, скорость атаки нужна. Риктор по-прежнему не двигается. На, все согласились. Ну, я соглашаюсь. Персонажа показал. Способности показал. Хорошую игру не показал. Ну, опять же. Людей хватает, которые отлично играют за таких персонажей. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!